доктор объясните пожалуйста как уйти от инсулина принимаю один раз в день перед сном если убираю инсулин то сахар 18 20 очень болят ноги 57 лет в принципе ситуация решаемая так понимаю что вы на ночь принимаете инсулин продленного действия значит пункт 1 перед тем как убирать инсулин мы параллельно сокращаем гликемическую нагрузку если у вас инсулина сахар 18 20 довольно таки серьезные цифры вы буквально изнутри поджариваетесь до карамелизируетесь горите в сахаре так скажем постепенно снижаете углеводы и поднимаете белок смотрите опять по сахару и по мере этого действия как у вас поднимается белок сокращаются углеводы у вас снижается потребность в инсулин экзогенном душу должны понимать что при 5 2 типа у вас своего инсулина и так гора вам кстати надо еще понимать у вас диабет 2 типа какой когда уже бета-клетки отказались работать или они еще работают надо сдать цепептид поставить как он соотношется с инсулином инсулин и цепептид это покажет насколько бета-клетки еще живы если бета-клетки живы и продуцирует свой инсулин значит от инсулина экзогена вы идете очень быстро зачем подумайте головой вливать инсулин уже переполненный инсулином организм если у вас диабет 1 типа это понятно еще было вода но еще 2 а скорее всего 2 вы очень быстро уйдете от инсулина подняв белки снизив углеводы жире как хотите это вторично питайтесь по жирности досыта смотрите с сахаром крови какое-то время у вас все будет высокий утром сахара потому что много вещей происходит хотя бы тот факт что за ночь у вас больше выходит этих жирных кислот в кровь это нормально больше жирных кислот уже усваивается сахар и опять это печень инсулинорезистентно еще больше делать сахара утром да и вы в нем плаваете соответственно повышая белок снижая углеводы постепенно следя за гликемией вы снизите инсулин ночной ну и сколько у вас там единиц на счете хотя бы по четверти или по полу единички сокращать если это возможно у вас запомните если у вас диабет 2 типа чем больше углеводная нагрузка тем больше вы ставите инсулина потому что если вы ставите вот этот инсулин и не даете достаточно углеводов у вас называется гипогликемия падает инсулин и падает сахар крови до значений которые вы не можете терпеть вас начинается озноб дрожь головокружение мокрый пот паническая атака может развиться гнев что там еще раздражительность и так далее можно потерять сознание вот попасть можно в ком но и только при диабете 1 типа а так вы потеряете сознание у вас произойдет ресет через какое-то время кровь гликемия поднимется до того уровня который мозгу будет нужен и вы проснетесь ничего страшного в принципе не главное не падайте в уморок на улице падайте в уморок лежа на кровать вот переживайте спокойно гипогликемии у вас легкая ситуация скорее всего если вы инсулин однако только колите на ночь продленной ситуация скорее всего легкая вы постепенно его отменить вот так гипогликемический порог крови для каждого будет разный смотрите чем глубже диабет тем больше с одной стороны крови глюкозы с другой стороны тем хуже у тканей чувствительность к ней мозг тоже начинает развивать резистентность глюкозе причем одним из первых соответственно у него гематоэнцефалический барьер уже забит вот этим инсулином и чтобы пробить этот эту в воротах брешь и доставить в мозг глюкозу нужно поднять сахар крови еще выше что и делает вот печень и почки той дамы которая вот выше я вопрос отвечал вот поэтому нормального диабетика по мере выздоровления будет увеличиваться переносимость гипогликемии то есть если у вас например сейчас как у многих диабетиков на 10-12 гипогликемия наступает плохо становится постепенно вы уйдете вниз 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 и если вы прям совсем адаптируетесь там к жиру кетоном кетоны как альтернативное топливо когда глюкоза не может пройти это отлично потому что смотрите когда вы сокращаете углеводы при диабете у вас начинается усиливаться кетогенез инсулинорезистентность мозга еще остается какое-то время может быть довольно долгое а вот проницаемость гематоэнцефалического барьера кетоном увеличивается и получается что кетоны правда начинают выступать как альтернативный источник топлива легче проникают мозг и он уже не так сильно агрессирует и тревожится и боится когда сахар крови падает ниже его гипогликемического порога и даже в исследованиях показал сейчас услышите упадете в обморок у людей адаптированных кетозу при гликемии 0,5 миллимоль им ввели огромное количество кетонов с инсулином то есть инсулин пожрал глюкозу и у не осталось кетоны пошли мозг у них не развилась никаких гипогликемических проявлений на крутые фишки может выдавать наш организм а так врачи обычно волнуются когда глюкоза крови в анализе падает меньше 3 5 меньше 35 они уже начинают чесать репу что-то не так что происходит и тогда но этого бояться надо если вы кетозник у вас сахар крови может быть и ниже 3 и так далее инсулин тоже при этом будет низкий это абсолютно нормальное состояние и так далее инсулин тоже при этом будет низкий и так далее инсулин и так далее инсулин и так далее инсулин